добрый вечер уважаемые трейдеры приветствую вас на очередном вебинаре который посвящен ключевым макроэкономическим событиям прошлой недели как меня слышно нет ли проблем со звуком и с изображением если все отлично можно поставить ну вот те кто знают да плюсики в чат либо в рубрику общий чат либо в рубрику вопросы имейте ввиду что можете навести курсором мыши на мое изображение там соответственно будет бегунок громкости который можно будет подстроить подадаптировать под себя ну и конечно же если возникнут проблемы технического характера в момента вебинара вы должны мне об этом сообщить чтобы попытался быстренько все исправить думаю что всех кто хотел присоединиться к нам уже в сборе может быть действительно время 15 30 не самое лучшее для вебинаров поэтому по ходу предлагаю вам высказаться когда скажем вебинары подобного формата были бы более удобными для просмотра примем к сведению и соответственно может быть скажем изменим расписание что касается на сценария нашего вебинар как все как и всегда собственно пробежимся по ключевым макроэкономическим событиям прошлой недели вы не без меня прекрасно знаете то что неделька оказалась выдающейся на самом деле очень хорошо что мы приблизились к нашим ближайшим ценовым ориентиром которые поставили давно которыми также давно руководствуемся но пока по некоторым еще парам не достигли пропитов но это вопрос времени самое главное долгосрочно мы верно заняли позицию высмотрели возможности для того или иного трейда и соответственно нам остается просто придерживаться этих сделок и рано или поздно мы доберемся до них глядя на текущую динамику рисковых инструментов целом давайте не будем сейчас вдаваться подробности касательно отдельных активов в целом просто тенденции которые характерны для евро фунта в общем для валютного риска для доллара это те тенденции которые были прогнозируемыми с точки зрения фундамента и если вы соответственно присоединялись той позиции которую я анонсировала я предлагал вам скажем у вас и собственное видение рынка я обрисовываю общий фундаментальный фон поэтому вместе у нас может получиться объективное решение которое позволит правильно посмотреть на перспективы финансовых рынков ну или по крайней мере определиться с теми целями которых стоит придерживаться и которыми можно руководствоваться на рынке форекс да и не только поскольку мы прекрасно понимаем что если движение серьезного характера происходит в рамках валютных активов обычно значит что то интересное произошло в целом на рынке и такие же повышенные динамики характерные для фондового рынка для рынка производных финансовых инструментов и для динамики долговых инструментов но прежде всего рынка облигаций на которой мы кстати говоря последнее время делаем немалую ставку потому что опять же доходность американских трейджерис которые я всегда ставлю во главе угла показывает сейчас то что трейдеры действительно начинают демонстрировать повышенный интерес к активам которые номинированы в долларах да и в целом к этим облигациям что создает хорошие условия для трейдинга по американцу и опять же я надеюсь вы все прекрасно помните что динамика как раз долгового рынка это что-то вроде предвосхищающего фактора который позволяет оценить перспективы доллара поэтому тогда когда вы сомневаетесь скажем что же стоит ожидать на средней долгосрочной основе либо хотите получить дополнительное подтверждение вашему мнению я советую открыть график доходности американских трейджерис и посмотреть как ведет себя собственно и индекс доллара и эти бумаги протяженности этих облигаций по сути не имеет значения но лично я смотрю десятилетки они вроде бы как действительно коррелируют с реальной динамикой которую показывает на доллар то есть американские облигации можно сравнить с показателем и дипи отчета который предвосхищает но он фарфеллс то есть официальные данные по рынку труда поэтому скажем дополнительные подспорье вам не игнорируйте этот фон и знайте то что у вас есть на самом деле и подобные скажем фундаментальные возможности для оценки перспективы доллара ну давайте перейдем тогда собственно к прошлой неделе начнем с самого начала ну понедельник мы традиционно пропускаем потому что понедельник как правило не характеризуется интересными важными макроэкономическими отчетами частности сегодняшним также не исключение мы видим то что в целом европейская валюта сегодня двигается по факту вообще противовеза противофазы из-за стремительных распродаж заключительной торговой сессии прошлой недели но те кто смог прокатиться на этом затяжном ослабление европейской валюты фунта да и принципе всех рисковых инструментов сейчас конечно же благодаря от рынок за подавленные возможности предпочитают не перегибать палку в плане ожиданий особенно это те трейдеры которые с высоким плечом торгуют и фиксируют результат фиксация результация профитного приводит к тому что на отскоке мы видим обратную динамику рисковых инструментов но и в частном случае усиление позиции европейского актива об этом собственно мы поговорим еще в ходе завтрашнего брифинга я обязательно постараюсь оценить общую фундаментальную картину по даже формате в масштабе основной торговой сессии ну и разумеется донести до вас этот инфофон европейская валюта начала прошлую неделю с весьма на мой взгляд предсказуемых распродаж мы собственно и ожидали то что евро будет находиться под давлением и уже к концу торговой сессии вторника евро доллар а просел до уровня 1 0 9 61 участники рынка продолжают спекулировать на тему предстоящего решения программы количественного смещения в рамках валютного блока и мы присоединяемся к этим спекуляциям также делаем ставку на сел европейца и за последнее время очень неплохо на этом зарабатываем несмотря на более сильные данные по индексам производственной активности германии и еврозоны промышленному производству все равно явно не хватает бодрости для того чтобы подстегнуть и показательные занятости потребительской активности и вывести экономику валютного блока на те показатели экономического решения которые хотелось бы видеть и здоровому растущему региону а к сожалению из-за состояния промышленного сектора пока мы об оптимизме говорить ни в коем случае не можем напротив каждый макроэкономические релизы это еще один негатив который позволяет нам делать прежнюю ставку на то что в рамках валютного блока все по-прежнему плохо еврозоны дисконтируют риски связанные со снижением экономического роста китая прочих развивающихся площадок но в целом это подкрепляет наш долгосрочный сел по паре евро доллар и соответственно усиливает ожидание того что мы правильно все делаем мы доберемся все-таки до наших долгосрочных профильных ориентиров которые по евро доллару находится в районе 1 0 5 что касается отсутствие бодрости для экономики мне кажется это правильный термин потому что согласно фактическим отчетам которые мы видим последнее время у нас страдает вместе с теми участниками рынка которые делают ставку на европейскую статистику рынок труда еврозоны мы видим мы видим то что происходит с потребительской активностью мы анализируем детально данные по иных субпотребительских цен и приходим неоднократно уже это было к выводу того что ключевой показатель на который сейчас ориентируется европейский центральный банк это показатели инфляции он далек от идеала хотя это наверное неправильно формировка далек он от идеала был бы в том случае если бы мы к примеру сегодня видели прирост в 1 процент тогда когда целевой порог 2 процента но сейчас мы знаем то что каким-то чудом индексу потребительских цен удалось им выбраться с нулевой территории точнее с отрицательной территории преодолеть минусовые значения но а продолжится ли эта тенденция это уже большой вопрос что-то подсказывает мне что нет и может быть следующий отчет по индексу потребительских цен снова вернет нас в красную зону снова позволит говорить нам и делать ставку на то что нет потребительских цен а снижается соответственно по причине серьезного давления на показатель инфляции страдает потребительская активность и я всегда учил вас сделать из этого выводы что на фоне снижения потребительской активности но здесь все совершенно очевидный вывод нужно спасать помогать экономику и мы знаем то что в рамках европейского центрального банка есть только один инструмент который сейчас может исправить ситуацию это программа количественного смягчения об этом собственно неоднократно заявлял сам не цб об этом говорил марио драги и мы также предвкушаем возможность изменения денежно-кредитного на курса вектора монетарной политики и ждем вот эти более агрессивные выкупы активов которые могут быть анонсированы возможно уже даже по итогам следующего заседания который пройдет в самом начале декабря если это произойдет для евро это исключительный фактор негатива кто бы сейчас понимаем будут конечно же сейчас а те кто скажет что евро уже разгружен по максимуму то есть все уже дисконтирована в цену стоимости даже по факту решения уже и цб расширить программу количественного смягчения евро вряд ли скажем будет иметь дело с еще большими просадками потому что негатива уже достаточно я хочу сказать то что евро недостаточно еще дисконтировать эти риски если программа количественного смягчения будет расширена хотя бы на 15 миллиардов евро в месяц евро станет тотальным амоксайдером и соответственно позволит нам снова вернуться к тем идеям которые предполагают даже возможность достижения паритетного значения против европейской валюты помимо опять же ожиданий как раз действий со стороны цб помимо сильной американской статистики действует еще и традиционное правило хеджевого характера о чем я уже также отмечал неоднократно если видим рост на европейской фонде то разумеется фондовики которые обычно не злоупотребляют но обычно скажем так не злоупотребляют с рисками стараются нивелировать их за счет хеджевых операций через пару евро долларов то есть если делается ставка на усиление позиции европейского фондового рынка а именно на это она и сейчас делается почему потому что валютный блок в одном шаге от дополнительных мер экономического стимулирования разумеется это то что будет способствовать оздоровлению экономики на этом можно кататься с точки зрения повышательных целей и бычево ралли европейских фонды но если делается такая ставка она может быть и рискованная потому что и цб есть конечно же незначительный процент того что может по какой-то причине передумать и действовать в рамках следующего заседания то соответственно тот рост который потенциально имеет место быть сейчас для европейского фондового рынка может смениться очень быстро на разгрузкой и чтобы не потерять на этом очень много лучше иметь хеджевую позицию соответственно по паре евро доллар это еще один фактор который толкает позиции европейской валюты все ниже ниже к тем целям которые мы обозначили в качестве долгосрочных ориентиров напомню что до этого наш уровень был 1 08 это краткосрочная цель сейчас 107 и я также отмечал что следующий долгосрочная цель является 105 как только мы пробьем эту на поддержку тогда все условия будут созданы чтобы сходить еще ниже в район даже паритетного назначения опубликованные также понедельник данные по производственной активности англии зафиксировали максимальные значения с 14 года 55 и 5 против прогноза 51 и 3 это так переключимся уже на другие валютные инструменты однако британская валюта не спешила скажем использовать этот фундаментальный позитив для улучшения собственных стоимостных оппозиций может быть все таки участники рынка прекрасно понимали что какая бы статистика сейчас не выходила все будет зависеть от супер четверга который уже в истории о котором мы разумеется сейчас поговорим действительно супер четверг со своей серией макроэкономических релизов нас порадовал снова потому что как мы предполагали банк англии начал циклиться на тех основных постулатных моментах которые создают достаточно негатива для британца для экономики в целом и для тех трейдеров которые делают правильный скажем выбор в пользу еще большего ослабления британца поскольку даже если мы посмотрим первые торговые сессии прошлой недели мы сможем увидеть что участники рынка привкушали потенциальный негатив и даже не стали использовать вроде бы как сильный отчет по состоянию промышленного сектора для того чтобы скажем подрасти вместе с британцем против доллара и достигнуть новых локальных максимумов все делали ставку на сел поэтому к концу торговой сессии вторника мы видели то что пара фунт доллар уже достигла тогда на текущий момент недельного минимума на уровне 1 5358 но потом вы прекрасно знаете особенно в четверг и пятницу пошла совсем уж чудовищная коррекция вследствие которой пара фунт доллар потерял практически 4 фигуры ну это около 400 пунктов с небольшой погрешностью доллар продолжал бычьи ралли реагируя на рост как раз с американских трежерис в частности 10 летние бумаги подскочили до максимального уровня за последние 8-10 недель точно не скажу но достаточно длительный период времени который позволяет нам уже скажем делать такой исторический экскурс говоря о том что у нас есть самая настоящая тенденция есть новые локальные максимальные значения частности доходность 10 лет так выросла до уровня 2 и 2 процента поскольку повышение доходности американских трежерис это традиционный фактор который создает условия для роста американца в этот раз также исключения не было мы видели то что американец использовал эту тенденцию для того чтобы продолжить восходящие ралли продолжить давление норийского инструмента но я традиционно такую статистику стараюсь анализировать динамики пары фунт точнее доллара японская иена и мы видели то что USD иена двигалась к своему новому локальному сопротивлению которое по сути в пятницу было записировано выше даже значение 123 вдохновили покупатели американцы данные по индексу постепенного разгона инфляции который вырос до уровня 39 против прогноза 38 очень хороший и стоящий макроэкономический отчет потому что еще раз напоминаю что если даже мы будем смотреть фактическое голосование представителей фрс в целом лагерь разбит на два подлагеря тех кто сомневается в том что индекс потребительских цен достигнет своего целевого диапазона порога в 2 процента в ближайшее время и вместе с этими сомнениями среди представителей фрс закладываются сомнения того что американская экономика вообще на то как ужесточение монетарной политики и другой уже полюс трейдеров лагерь трейдеров которые не сомневаются в том что индекс потребительских цен сейчас найдет основания для постепенного роста и достигнет целевого порога к таким трейдером собственно отношусь и я и уверен то что среди вас также есть и трейдеры и участники финансовых рынков которые верят в силу американской валюты и наверное смотрят также позитивно буквально на все сектора как и я американского происхождения если это не так ну с удовольствием конечно же выслушаю вашу позицию но я думаю что пятница она уже все показала расставила все точки над и и скажем заставила переменить позицию даже тех кто еще сомневался до этих пор что американская экономика готова к тому чтобы сделать шаг вперед и перейти к долгожданному ужесточению монетарной политики отдельно стоит отметить нефть которая снова коснулась сопротивления 50 но сейчас мы видим то что актуальные котировки даже ниже 48 я думаю что мы легко сможем добраться при определенном сценарии прежде всего при росте запасов до уровня 47 долларов за баррель если это случится значит мы сможем поставить галочку на еще одной инвестиционной сделки среднесрочного характера которая была правильной соответственно которая позволила нам заработать еще и на сливовых активов я думаю что мы с учетом нашей с вами общей позиции даже визуализации того что это цель будет достигнута доберемся до этого рубежа и может быть поищем даже еще более глубокие ценовые ориентиры кто знает вдруг это будет даже 45 может быть даже 40 поскольку он до сих пор на рынке конечно же присутствует мнение того что и бренд и WTI будут дальше находиться под серьезным давлением в частности чтобы небольшую интрижку создать и завтра в ходе брифинга мы снова вернемся к Саудовской Аравии у меня есть для вас дополнительные новости которые позволят наверное еще больше убедиться в том что мы все правильно делаем когда стоим на распродажу бренда рублю также придется сдавать как я уже отмечал потому что здесь коррекционная связь сохраняется и как ни крути российскому активу пока трудновато обращать внимание на что-то еще кроме реальной ситуации которая складывается на рынке мега ресурсов что касается причин усиления позиции бренда и роста фактически в район сопротивления 50 долларов за бар это снижение объемов производства в ливии на 70 тысяч как я уже отмечал в ходе брифингов это завостовка в бразилии нефтяников но очень быстро мы забыли об этом фундаментальном на фоне вроде бы как допускалось что события серьезные они могут оказать продолжить оказывается негативное влияние на бренд течение нескольких торговых сессий но буквально следующая торговая сессия за вторником стала уже днем как я отмечаю обратной тяги когда принципе трейдеры распродали весь тот рост который наблюдался накануне вернулись к тем уровням с которых начинался трейдинг в начале этой недели это район 48 долларов за баррель в отличие от нефти не менее очевидные но только уже потери понесла новозеландская валюта которая отреагировала снижением абсолютно оправданным логичным на слабые данные по национальному рынку труда в частности уровень безработицы в новой зеландии вырос до 6 процентов против прошлого показателя 5 и 9 процентов более детальная статистика сейчас в частности у вас перед глазами на слайде верхний отчет но здесь очевидно что новозеландский рынок труда испытывать сейчас переживать не самые лучшие времена хотя каждый раз когда мы возвращались к перспективам новозеландской валюты я всегда делал ставку на то что новозеландский регион также как и австралийский сейчас является с точки зрения марта экономических данных но может быть только чуть сильнее чем китай хотя если мы опять же ориентируемся и отталкиваемся от китая важнейшего стратегического партнера для австралии то же самое прекрасно понимаем что статистика здесь работает дуплетом связки слабые данные по китаю можно считать то что это слабые данные и для австралии обычно это так и в принципе прошлой неделе нам также подтвердила то что это взаимосвязь присутствует на этой неделе у нас несколько важных макроэкономических отчетов по китаю целый блок статистики в частности уже послезавтра промпроизводство капитала вложения в ключевые сектора динамика инвестиций но я в принципе думаю что мы скорее всего с большой долей вероятности увидим еще одну порцию еще один кластер слабых макроэкономических данных что может стать причиной еще больше в давлении и на позиции нефти и на позиции австралийца и новозеландца после того как вышли слабые данные по новозеландцу в принципе этот актив практически в моменте потерял около 100 пунктов закрыв вторник на уровне 0 6 61 торговая сессия среды оказалась более насыщенной на макроэкономические события внутри дня были опубликованы отчеты по индексу деловой активности в сфере услуг германии и еврозоны частности по германии этот индекс просел до уровня 54 5 против прогноза 55 и 2 еврозона 54 1 против прогноза 54 2 ну нравится мне делать акцент на слабые макроэкономические данные потому что они как раз подстегивают верность наших ожиданий и я уверен то что эти локальные тренды они сохранятся а значит ни в коем случае не позвольте рынку скажем искусить вас возможностью занятия длинных сделок он основном а дуэту валютных активов евро доллару потому что как ни крути но здесь серьезный национальный прессинг и я полагаю что мы еще скажем долго не сможем отделаться от этого определяющего фактора определяющего для дальнейших перспектив евро доллара американская валюта тем временем продолжала ралли восходящего характера и это ралли поддерживалось как раз опять же ростом американских трежесть но еще в среду были опубликованы данные по рынку труда в частности отчет эдипи это число новых рабочих мест вместе с хозяйственным секторе которые предваряют отчет но он паром перлс в частности 182 тысячи против прогноза 180 разумеется это очевидный позитив прогресс для рынка труда даже если мы будем сейчас говорить про на отдельные рекомендации предположений со стороны голосующих членов у нас будет медианная оценка того что если число новых рабочих мест держится выше 100 а тысяч значит это позитивный момент но мы видели по факту 182 тысячи а нон фарм перлс оказался еще круче и разумеется вы видели эту статистику больше двусот восьмидесяти тысячи на что доллар но не мог не отреагировать соответствующей бычьей динамикой положительной динамикой также отметился и сектор услуг от эсэм 59.1 против прогноза 56.5 возможно даже еще больше интереса в отношении американца в отношении доллара вызвали им слова председателя фрс джанет еллин которые уже наверное никак не могла противиться тем ожиданиям которые присутствовали на рынке и не могла ничего противопоставить тому фундаментальному позитиву который сейчас складывается на финансовых площадках который характеризует а сша в целом поэтому а джанет еллин подтвердила возможность ужточения монетарной политики уже по итогам декабрьского заседания и это в целом позволило паре юздиена продолжить восходящее движение добраться до ближайшего уже нового сопротивления новых максимальных месячных значений многомесячных значений в районе 121 70 с понижением закрылся фунт даже несмотря на выход довольно неплохого отчета по а сфере услуг 54.9 против прогноза 54.5 допускало конечно же что в случае роста этого индекса британец сможет оказаться может быть даже одним из лидеров роста потому что все таки сфера услуг является ключевой с точки зрения определения показателей экономического роста но я несколько ошибался потому что все таки наверное бороться с ожиданиями фундаментально насыщенного четверга супер четверга как его называют не смог даже и этот индекс несмотря на его серьезный вклад в показатели ввп и собственно супер четверг на который мы ориентировались который мы дождали он расставил также все по своим местам и показал на то что фунт нужно продавать и продавать как можно на скорее но я надеюсь то что вы смогли скажем заработать свои десятки пунктов на коррекции пункта против доллара потому что я в принципе анонсировал возможность ослабления этого актива уже очень давно и надеюсь что вы присоединились к этой инвестиционной идее что касается нефти вернемся к этому активу и фактически локальному отчету который напрямую влияет на перспективы этого инструмента это конечно же запасы нефти сша рост запасов уже от по официальным данным составил 2 и 8 миллиона баррелей за прошлой неделе против прошлого 2 и 7 это прирост уже шестой шестую неделю подряд и я думаю что эта неделя станет седьмой и в целом позволит оказать нам вместе с этим отчетом еще большее давление на бренды и даблю чай осталось только дождаться завтрашней оценки api а в четверг мы вернемся уже к официальным данным а плюс ко всему я снова выросли и объемы добычи нефти сша которая достигла уровня 9 16 миллиона баррелей и соответственно возвращая вас к прежним комментариям том числе со стороны статистов которые делают на ставку на снижение количества буровых и полагать что падение инвестиций приведет к соответствующему снижению объемов производства этого не происходит и мы прекрасно видим то что даже несмотря на такие локальные тенденции все равно бренд находится под давлением а объемы продолжают расти как в рамках сша так в рамках россии и в рамках опек и я полагаю что этот месяц мы также закроем с еще одним фактом уже с еще одним подтверждением реальности того что запасы вышли на совершенно новые многонедельные максимум точнее даже не запасы объема производства а в четверг тренд направленный на ослабление рисковых инструментов продолжился опубликованные данные по производственным заказам германии показали снижение уже третий месяц подряд то есть добро пожаловать рецессии самое настоящее частности заказы просили на 1 7 в месячном эквиваленте процента против прогноза роста на один процент стоит отметить что это уже не первое свидетельство катастрофического состояния промышленного сектора буквально несколько дней назад до соответственно на четверга мы анализировали другой подтверждение слабости в пятницу вышел еще отчет по промышленному производству в целом и он также оказался на отрицательной территории минусовал и позволил нам сделать точнее даже не отказываться от прежнего негативного настроя по данному сектору ведущей экономики валютного блока поэтому промпроизводство мягко говоря хромает и вместе с этой слабостью мы делаем такую же отставку на потенциальное ослабление темпов экономического роста потому что ну кто еще будет вытаскивать экономику если не промышленный сектор не забывайте также про скандал volkswagen который еще не до конца дисконтирован в слабости и еврозоны и германии и в слабости главного валютного риска что касается теперь отчетов касающихся британской валюты и отчетов по факту супер четверга мы знаем то что в четверг была опубликована ставка кстати на прежнем уровне на целых пять десятых процентов объем выкупа активов также не изменился протоколы ничего интересного тогда не показали и мы планомерно стали ориентироваться на прогнозы по достижению целевого показателя по инфляции то есть касательно сроков и на фактическое голосование банк англии по срокам ужесточения монетарной политики и как вы прекрасно знаете те кто смотрит ежедневные брифинги прогноз по инфляции уехал на семнадцатый год и потянул за собой конечно же ожидание того что и ставка если будет повышен это произойдет не раньше семнадцатого года все как мы и говорили только раньше мы были наверное более точными реалистами и наверное заметили эти риски как это ни странно быстрее чем банк англии непонятно на что надеялся британский мега регулятор но может быть на то что цены на нефть по бренду рванут выше 60 65 долларов за баррель тогда если бы это произошло мы увидели бы параллельный рост индекса потребительских цен может быть стали более динамично расти и заработные платы и тогда можно было бы конечно же забыть про тот негатив который характерен для региона но нефть не торопится двигаться вверх и каждый раз мы только убеждаемся в том что внутрь еще не достигнуто а раз так значит статистика будет скорее всего только хуже и хуже по британскому региону и в целом а сроки повышения процентной ставки достижения сливого показателя по инфляции будут плавать в идеале в идеале семнадцатый год но при ухудшении экономической конъюнктуры может быть ставка поедет и на более неопределенные перспективы как следствие британская валюта просела моменте но не в моменте хорошо в рамках торговой сессии больше чем на 150 пунктов фактически даже локальная просадка фунта против доллара была около 180 пунктов и пара достигла уровня 1 5206 ну и так мы полномерно подобрались к супер пятница скажем так за супер четвергом это уже данные по американскому рынку труда и а соответственно а та статистика которая позволила нам уже оценить и американский сектор соответственно один из ключевых секторов американской экономики и попытаться прогнозировать возможные действия со стороны фрс по ужесточению монетарной политики опять же отталкивается к этих макроэкономических отчетов мы готовились к тому что но он фарм фэрлс должен быть классным должен подтвердить позитивную динамику последних заявок на пособие по безработице и я повторить нечто подобное подобное даже отчеты и дипи по факту ожидали около 200 тысяч новых рабочих мест и даже если бы скажем число новых рабочих мест действительно было формате 200 тысяч это был бы на мой взгляд даже не меньше позитив для доллара для ожидания по нормализации денежной кредитной политики и для тех а динамик по трежерисом в частности по паре юсди иена по другим активам которые предполагали усиление позиции американца и этот расчет был правильным но фактическая цифра превзошла 200 тысяч и составила 271 тысяч против прогноза 180 тысяч уровень безработицы при этом оказался на минимальном значении с 2008 года напомню что в момент кризиса который по сути начался с краха лиман празов в конце семна в конце 2007 начале 2008 года и продолжался буквально до начала десятого года стал причиной вследствие которого безработица увеличилась до 10 процентов и тогда фрс конечно же пообещал и населению и пообещал а соответственно своему руководителю тогда бену бернанке касательно от того что целевой показатель по безработице будет сокращен вдвое достигнут пяти процентов мы двигались к этому показателю в течение по сути семи полноценных лет и вот опять личный но фарм пэйлс факт просто но новых рабочих места позволил американским статистам скорректировать и показатель по безработице 5.1 стал пять процентов а значит если фрс отталкиваясь от прежних комментариев джанет хиллен теперь ориентируется исключительно на национальный макроэкономический фон получил то самое подтверждение того что статистика хорошая и она позволяет американскому мегарегулятору пойти на это долгожданное решение направленное на усиление позиции американцы и соответственно на повышение процентных ставок плюс ко всему я еще советовал обратить внимание даже не только на статистику по рынку труда и не только на прирост нового нового числа рабочих мест но еще на динамику роста заработных плат поскольку фактический прирост был очевидным 0,4 процента против прошлого 0 процента если посмотреть опять же в историческом экскурсе 0,4 процента это максимальный уровень с начала этого года и если растет заработная плата значит быть и должна расти и инфляция в рамках сша поэтому можно сделать абсолютно логично непростой вывод касательно того что индекс потребительских цен реально скорее всего будет подстегнут и а продолжит движение к своему целевому показателю в районе 2 процентов а вместе с этим продолжит расти наше ожидание того что фрс а входит в цикл а повышение процентных ставок которые продолжатся после возможного решения о нормализации денежно-кредитной политики по итогам заседания которое пройдет уже в декабре то есть в декабре мы ждем повышение процентной ставки и в течение 15-го года увидим может быть раза два три а может быть и четыре еще шага которые будут направлены на разгон ключевых процентных ставок поэтому учитывая такой сильный макроэкономический фон очевидную поддержку для американца мы видели серьезные бычьи ралли по паре юзди иена в частности добрались до новых локальных айов 123 19 евро доллар а просел до минимума с апреля это 107 43 что касается британца то понятно также как и австралийцы новозеландеца в целом сирийского инструменты были аутсайдерами и идея одна связывающие все на едино определяющие это сила американца на фоне не менее сильных серьезных макроэкономических отчетов я полагаю то что долгосрочно ну или даже среднесрочные тенденции сохраняться и даже если мы будем наблюдать сейчас локальную проторговку на попытку трейдеров попытаться оттолкнуться якобы от локального дна чтобы урвать в восходящем плане 100 пунктов а 150 200 пунктов мы все равно прекрасно знаем что долгосрочная картина не меняется если она раньше стала причиной вследствие чего мы стали напутствоваться на возможно еще больше ослабление европейской валюты стоит придерживаться этих ориентиров и ждать еще более глубокой коррекции по евро доллару это 1 0 5 доллар японская иена это 125 австралийц против доллара это 0 68 юстика то 1 35 юсти на связи добрались до прийти там но я думаю что у нас есть все основания чтобы замахнуться уже на еще несколько фигур плюсом то есть и на значение 102 или даже 103 но как я отмечал в ходе сегодняшнего брифинга давайте сейчас пока понаблюдаем за динамикой пары юзди свиси и вернемся к следующим целям ну спустя какое-то время собственно это что касается важных макроэкономических отчетов прошлой недели теперь плавно предлагаю переключиться на эту пятидневку завтра у нас слушание по инфляции это касательно британского мегарегулятора сейчас наверное вряд ли что то уже может изменить тот негатив который характерен для британского региона но и потом даже если мы увидим какой-то позитив по прогнозам достижения целевого показателя и не думаю что этот позитив вообще можно будет чем-то объяснить если инфляция будет пересмотрена с повышением но на основании чего она будет пересмотрена нужно будет конечно же последить за комментариями которые наверняка будут сделаны по факту опять же случая по инфляции но я думаю что никаких сюрпризов там не последует еще раз будут обозначены риски которые характерны для мировой экономики и для британского региона и риски в том числе до индекса потребительских цен ну в общем это отголоски супер четверга мы уже зарядились негативом достаточно и продолжаем также негативить и дальше по паре фунт доллар ожидая на ближайшей следующей цели которая находится в районе 1.50 против американца также состоится выступление главы резервного банка новой зеландии виллера 23.05 по московскому времени поздним вечером этот отчет полагаю что виллер обязательно коснется опять же того фундаментального фона который сейчас характеризует экономику поднебесной отметит сохранение понижательных рисков для национальной экономики в связи с падением прочих развивающихся площадок вернется к показателю по инфляции подчеркнув то что и снижение этого показателя создает возможности для еще одного шага по смещению экономической политики в общем виллер он придерживается на протяжении последних наверное даже двух месяцев жестких комментариев он вроде бы как их и не анонсируют а так нам хотелось бы их услышать но мы прекрасно точнее мягкий комментарий они анонсируют так как мы хотели бы их эти комментарии услышать но между строк мы все умеем читать и понимаем на что намекает виллер полагая делая ставку на достаточно дорогой курс национальной валюты и те риски которые этот курс несет для национальных производителей в общем по новозеландской валюте мы продолжаем делать ставку на селл и ожидаем еще больше просадки а в среду как я отмечал китай будет может быть одним из даже героев торговой сессии роничные продажи промпроизводства капиталовложений в целом если отталкивается даже от слабых данных по экспорту и импорту думаю что и этот блок астат данных будет разочаровывающим соответственно будем готовиться уже связаться торговой сессии к возможному уходу даже вот защитные активы в японскую иену во франка и имейте ввиду что это может быть потому что это типично личное поведение рынка если выходит слабые макроэкономические данные а трейдеры начинают вкладывать перекладывать свои сбережения в облигации в драг металлы ну хотя в последнее время это не так выражено в швейцарскую валюту и японскую иену поэтому конкурентам и прежде всего доллару приходится локально ослабеть но если каким-то чудом эти отчеты смогут превзойти ожидания тогда уже будет все в рамках прежних тенденций и эти отчеты наверное будут еще одним фактором который позволит нам делать ставку на те прежние ретиры которые мы поставили ранее средняя заработная плата в рамках английского мегарегулятора и английской экономики здесь точно такая же логика как и с опьяничным нон фарм пэрлсом то есть тем следим за этим отчетом потому что он может создать условия для роста индекса потребительских цен но полагаю что отталкиваясь от прошлого отчета напомню что в прошлый раз заработные платы выросли на 2 и 8 процента и мы пришли к выводу о том что если этот отчет и сможет оказать определяющее влияние на индекс потребительских цен он должен быть в районе трех с половиной процентов сейчас он гораздо ниже а значит если завтрашний отчет будет ниже трех с половиной процентов значит будем делать ставку на долгосрочный сэл и британца по сути игнорируя фон касающийся британского рынка труда выступление главы цб марио драги да это интересный инфоповод потому что все ближе мы к а событию декабря когда состоится очередное заседание цб где возможно как я уже отметил цб пойдет на расширение программы количественного смягчения и драги наверное снова вернется к опять же состоянию экономики посмотрит на риски связанные с другими экономики экономиками с развивающимися площадками коснется слабых показателей потребительской активности но и отметит если сейчас основания полагать что индекс потребительских цен сможет выбраться выше нулевой оценки без дополнительных мер экономического стимулирования я думаю что вряд ли поэтому скорее всего выступление драги пройдет в мягком ключе и позволит нам еще на больше прокатиться с точки зрения села по паре евро доллар а в четверг рынок труда австралии индекс потребительских цен германии напомню что в последнее время из-за сохранения корреляционной связи мы смотрим за потребительскими ценами германии и прогнозируем этот отчет на еврозоны в целом здесь будем делать то же самое если из потребительских цен в рамках ведущего локомотива валютного блока просядет значит и скорее всего по еврозоне также у нас будет снова отрицательное значение в годовом показателе и это может оказать еще большее давление на европейскую валюту промпроизводство но здесь вряд ли стоит надеяться на позитив потому что мы уже поставили по сути крест на промпроизводство германии отметив что в связи с этим будет слабеть еврозона в целом поэтому я ожидаю еще один разочаровывающий макроэкономический отчет вообще касающийся валютного блока перечные заявки на пособие по безработице здесь наверное позитивный тренд уже вряд ли что может сломать поэтому мы ждем еще один сильный отчет и еще одну поддержку со стороны американского рынка труда для американца ну хотя за последнее время доллар и так уже получил достаточно помощи со стороны статистики и наверное более динамично расти сейчас уже вряд ли возможно но доллар все равно старается и карабкается к новым локальным месячным максимумом против своего основного конкурента по защитным скажем стезе это японская валюта ну и как я отметил это запасы нефти нефтепродуктов в сша полагаю что эта неделя не исключение и нас ждет очередной период отрезок прироста запасов что скорее всего окажет давление на позиции разумеется бренда и WTI и в пятницу на десерт скажем все недели у нас будут данные ввп германии и еврозоны здесь наверное вы уже сделали вывод о том что если а в столь пессимистичным ключе мы анализировали последние отчеты вряд ли мы увидим хорошую статистику по темам экономического расширения если это будет так ну это будет настоящим нонсенсом но мы работаем конечно же с цифрами а с фактами если ввп подрастет я попробую найти причины которые могли бы к этому привести но думаю что вряд ли это случится роничные продажи да может быть даже самый один из самых сильнейших релизов этой недели потому что роничные продажи влияют на потребительскую активность потребительской активности сказывается на а в том числе и показатель по уровню инфляции и разумеется влияет на общий темп экономического расширения если ироничные продажи поддержат соответственно ожидания участников рынка тех которые делать ставку на роста американца и из диена сможет добраться до новых локальных максимумов и честно говоря я в этом практически не сомневаюсь но еще парочку уже второстепенных отчет в индекс n производителей и мичиганский университет но скажем подкинем дровишек в топку и добавлю что и согласно этих отчетов я также больше делаю ставку на возможность увидеть хорошие отчеты и дождаться еще больше поддержки для доллара ну и что касается основных ценовых ориентиров по ключевым валютным парам евро доллар 1 0 7 делаем ставку на коррекцию все-таки небольшую правда но все-таки возможность еще дополнительного тестирования поддержки в районе 1 0 7 австралийц также ждем снижения 0 7 и из диена рост 124 тогда там до уровня 125 останется рукой подать и фунт доллар все-таки доберемся до уровня 1 50 10 но специально не стал ставить 1 50 потому что полагают что даже с технической точки зрения 1 50 уж сакральный рубеж и наверное рынок все-таки помудрит а в плане трейдинга на настроениях на тех предсказуемых профитных ориентирах которые скорее всего будут ставить в районе 1 50 но до 50 10 наверное при сохранении коррекционной динамики мы просядем собственно это наша цель на неделю на этом все если есть вопросы конечно же задавайте но и также я предлагал высказаться по поводу удобства времени в 15 30 если не критично соответственно продолжим встречаться в это же самое время жду ваших вопросов понятно но в любом случае для кого-то может быть это и критично вы не забывайте о том что буквально с утра вторника запись доступна на нашем канале на ютюбе сможете ознакомиться и это хорошо тогда если вопросов нет огромное конечно же спасибо вам всем за внимание соответственно завтра вам будет доступен очередной брифинг где мы подведем уже итоги сегодняшней торговой сессии но опять же забегая вперед завтра попробую прояснить ситуацию с динамикой нефти и добавить несколько негативных а факторов которые позволят нам еще больше убедиться а в том что бренд нужно и дальше солить тогда хорошего вам торговой пятидневки ждем соответственно мощного декабря ждем ецб фрс и ждем достижения долгосрочных целей которые я надеюсь вы сможете закрыть по профитным ориентирам очень хочу чтобы этот год мы закрыли полностью реализовав тот фундаментальный фон который и закладывали еще раз спасибо за внимание всего доброго до свидания и и и и и и и